Имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. И створение святителя Анна Златоуста, истолкование на второе послание к Тимофею. Истинная слава на небесах! Кто хочет прославиться, тот здесь пусть терпит бесчестие. Кто хочет достигнуть покоя, тот здесь пусть терпит скорби. Кто хочет радоваться и блаженствовать вечно, тот пусть презирает временное. А что здесь в бесчестии есть слава, а слава бесчестия? Постараемся по возможности доказать это, чтобы узнать истинную славу. Невозможно достигнуть славы на земле. Если же хочешь прославиться, то через бесчестие. Объясним это примером двух лиц. Нерона и Павла. Первый пользовался мирской славой, второй терпел бесчестие. Каким образом? Нерон был государь, совершил много важных дел, ставил трофеи, имел неистощимое богатство и бесчисленное войско повсюду. Большая часть вселенной была ему подвластна. Столица повиновалась ему, весь сенат преклонялся пред ним. Самые дворцы его имели блестящий вид. Нужно ли было вооружиться? Он выходил облеченный в оружие, украшенное золотом и драгоценными камнями. Нужно ли было оставаться в мире? Он сидел, одетый в парфиру. Он имел множество копеносцев и щитоносцев. Его называли владыкою земли и моря, самодерзцем, августом, кесарем, царем и многими другими подобными именами, которые изобретают лесть и угодничество. Вообще не было у него недостатка ни в чем, что нужно для славы. Даже мудрецы, повелители и цари боялись его и трепетали пред ним. Впрочем, он и слыл за человека жестокого и бесстыдного. Он хотел быть даже Богом, презирал всех идолов и самого владыку всех Бога и принимал божеское почитание. Что выше такой славы или лучше сказать, что хуже такого бесчестия? Не знаю, как устамые и увлекаемые истинною зашли вперед и еще прежде суда произнесли приговор. Но сначала исследуем это дело по общему суждению. По суждению неверных. По суждению лести. Что может быть выше той славы, чтобы называться даже Богом? По истине великое бесчестие человеку дойти до такого безумия. Впрочем, будем исследовать дело по общему суждению. Таким образом, не было у него недостатка ни в чем, что нужно для славы человеческой. И все служили ему как Богу. Теперь, если угодно, в противоположность ему представим Павла. Он был киликеянин. А какая разница между Киликею и Римом, все знают. Был кожевник, бедный, неопытный в мирской мудрости, умевший говорить только по-еврейски. На языке, презираемом всеми, и в особенности италийцами, которые не столько презирают людей, говорящих на языке варварском или греческом, или каком-нибудь другом, как на сирском. А еврейский язык имеет с ним большое сходство. И неудивительно, что они презирали этот язык. Если они презирают чудный и прекрасный язык греческий, то тем более еврейский. Павел был человек, часто терпевший голод, ложившийся спать без подкрепления пищей, не имевший одежды, чем бы прикрыться, живший, как он сам говорит, в холоде и в ноготе. Притом, бывший вузах, в которые он заключен был, по приказанию того же Нерона, вместе с разбойниками, волшебниками, расхитительными гробниц, убийцами, и был наказываем, как злодей, о чем он сам говорит. Как же из них, кто же из них славнее, того многие не знают даже по имени. А этого не прославляют ли ежедневно и елины, и варвары, и скифы, и живущие у самых пределов вселенной. Впрочем, не будем говорить о том, что есть теперь, и исследуем то, что было тогда. Кто из них был знаменитее? Кто славнее? Тот ли, кто в цепях и оковах был влеком в темнице? Или тот, кто в порфире выступал из царских чертогов? Конечно, узник. Почему? Потому что тот, имея войско и сидя в блестящей одежде, не мог сделать всего того, чего хотел. А этот узник, заключенный, как злодей и одетый в бедную одежду, самовластно делал все. Как и каким образом? Тот говорил не сей слово бесчестия. А этот отвечал, не перестану сеять, потому что для Слова Божия нет уз. И Киликиянин, узник, скинотворец, бедняк, терпевший голод, противился римлянам, богатому, царствовавшему, повелевавшему всеми, раздававшему тысячи тысячам. И последний, при всем множестве своего войска, не мог ничего сделать. Кто же из них был славнее? Кто достойнее уважения? Побеждающий ли в узах или побеждаемый в порфире? Стоявший ли внизу и не свергающий? Или сидевший вверху и не свергаемый? Повелевавший ли и встречающийся, встречающий презрение? Или получивший повеления и не обращающий на них никакого внимания? Бывший ли одиноким и побеждающий? Или окруженный бесчисленным войском и побеждаемый? Царь отступил, а узник воздвиг над ним трофей победы. Скажи же мне, в котором из этих двух положений всякий желал бы находиться? Не говори мне о последствиях, но рассмотри пока самые положения. В котором из них всякий желал бы находиться? Палом или Нероновым? Не говорю по отношению к вере, это очевидно, но по отношению к славе, знаменитости, знатности. Всякий здравомыслящий сказал бы в Павловом, если побеждать славнее, нежели быть побежденным, то он славен. И не то еще важно, что он победил, но то, что будучи в таком состоянии, как Павел, он победил находившегося в таком состоянии, как Нерон. Так, опять скажу и не перестану говорить, заключенный в оковы победил облеченного в Диадему. Такова сила Христова. Узы победили царский венец, и первые оказались славнее последнего. Павел был одет в нечистое рубище, как живший в темнице. Но узы, которыми он был связан, привлекали всех более парфиры. Он сидел на земле, заключенный в заключении с поникшую головою. Но все стекались слушать его, оставив того, кто сидел в золотой колеснице. И справедливо. Дело обыкновенное видеть царя, сидящего на белом коне. Но необыкновенно и поразительно видеть узника, отвечающего царю с таким дерзновением, с каким царь, бедному и жалкому рабу. Множество народа стояло вокруг, и все были слуги царя. Но удивлялись не владыке своему, а тому, кто победил их владыку. Один он попирал ногами того, кого все боялись и трепетали. Вот какова слава его в самых узах. А что сказать в последующем? Неизвестна и гробница одного Нерона. А другой, Павел, лежит славнее всех царей в той же самой столице, где он одержал победу, где воздвиг трофеи. О том, если и вспомнить, вспомнит кто-нибудь даже из близких к нему, то с отвращением. Он, говорят, был развратник. А об этом вспоминают с похвалами везде. Не только между нами, но и между самими врагами. Когда истина воссияла, то и враги не могут упорствовать, но удивляются. Если не вери Павла, то его дерзновению, его мужеству. Этого уста всех и везде провозглашают, превознося похвалами, а того осыпают улами и порицаниями. Кто же из них славен? Впрочем, я незаметным образом стал хвалить льва по ногтям его, вместо того, чтобы говорить о том, что действительно достойно хвалы. Что же это такое? То, что будет на небесах, как Павел явится с Царем Небесным в светлом виде, и как Нерон будет стоять тогда печальный, с поникшим головою. Если слова мои тебе кажутся невероятными и смешными, то смешан ты сам, смеющийся над тем, что достойно не смеха. Если ты не веришь будущему, то поверь тому, что уже совершилось. Еще не пришло время венцов, и однако этот подвижник уже удостоился такой чести. Какой же он сподобится славы, когда придет подвигоположник. Он был странником среди чужих, странником и пришельцем. И заслужил такое удивление, какого же блага не получит он, когда будет между своими. Ныне жизнь наша сокрыта со Христом в Боге, Колоссянам 3.3. И однако умерший действует и почитается более живых. Чего же не получит он, чего не достигнет, когда придет самая жизнь наша. Для того-то Бог и удостоил его здесь такой чести, а не потому, чтобы он имел в ней нужду. Ведь если он еще в телесной жизни презирал славу от людей, то гораздо более по разлучении с телом. И не потому только Бог удостоил его такой чести, но и для того, чтобы неверующие будущему удостоверялись в том, по крайней мере, из настоящего. Я говорю, что Павел придет с Царем Небесным, когда будет воскресенье. Что он сподобится наслаждением бесчисленными благами. Но неверующие не верят. Пусть же он поверит этому из событий настоящих. Скинотворец славнее царя в большей чести, нежели царь. Никакой римский царь не удостоивался такой чести. Царь лежит где-то за городом, а он, Павел, занимает средину города. Как бы царь и притом живой. Поэтому поверь и будущему. Если здесь, где он был гоним и преследуем, он удостоился такой чести, то что будет тогда, когда он явится опять? Если там, где он был скинотворцем, он сделался столь славным, то что будет тогда, когда он придет в блеске солнечных лучей? Если после такого унижения он достиг такого величия, то чего он не достигнет, когда придет опять? Невозможно отвергать совершившегося на деле. Кого не убедит то, что скинотворец сделался славнее того, которому удивлялись больше всех царей? Если здесь совершилось событие сверхъестественное, то тем более совершится в будущем. Поверь же человек настоящему. Если же не хочешь верить будущему, поверь видимому, если не хочешь верить невидимому. Или лучше сказать, поверь видимому, и ты поверишь невидимому. Если же не хочешь, то благовременно нам сказать слова апостола. Чисты мы от крови вашей. Мы преподали вам все, и не опустили сказать ничего, что следовало. Деяние 20.26. Сами вы виноваты, если сделаете себя достойными наказания в гиене. Будем же, возлюбленные детям, подражать Павлу не по вере только, но и по жизни. Будем презирать здешнюю славу, чтобы получить славу небесную. Пусть никто, ничто настоящее не увлекает нас. Будем презирать благо видимое, чтобы получить благо небесное. Или лучше, чтобы через познание, через последнее получить и первое. Имея, впрочем, в виду преимущественно достигнуть благ небесных, которых досподобимся всем мы. Аминь. Том 11 страница 783-787.